Гора Олимп – легендарное место, знакомое всем любителям греческой мифологии. Именно на вершине Олимпа обитают боги, во главе которых стоит могучий и мудрый Зевс. В нашей Солнечной системе, а именно на Марсе, существует гора с таким же названием. На ней, безусловно, не обитают боги-олимпийцы, но от этого она не становится менее удивительной. Гора Олимп и несколько других вулканов, находящихся в регионе Тарсис, стоят достаточно высоко, чтобы подниматься над частыми марсианскими пыльными бурями, зафиксированными наблюдателями еще в XIX веке. Космический корабль Маринер 9 оказался на орбите Марса в 1971 году во время серьезной пыльной бури, разыгравшейся там. Первые объекты, которые стали видны, когда пыль начала оседать, были вершинами вулканов региона Тарсис. Наблюдения за планетой из Маринер 9 подтвердили, что Никс Олимпика, а именно так раньше называли гору Олимп, был вулканом. В конечном счете астрономы приняли имя Олимпус Монс или, привычная для нас, гора Олимп. Считается, что Олимп на Марсе – это самая высокая гора в Солнечной системе. Кроме того, это еще и потухший вулкан. Высота горы – 26 километров. Сравните с горой Эверест на Земле, чья высота приблизительно 8,8 километра. Олимп – почти в два с половиной раза выше. Помимо своей невероятной высоты, гора Олимп может похвастаться гигантской площадью своей поверхности. Диаметр горы – почти 600 километров, что соотносимо с площадью некоторых европейских государств, таких как Франция. Каково же будет забраться на эту гору? Что будет ждать человека, решившего бросить вызов марсианскому исполину? Для начала ему нужно будет добраться до Марса. Свету необходимо 12 минут, чтобы добраться до Красной планеты. А это означает, что марсоходу требуется целых 12 минут, чтобы получить сигнал с Земли и совершить действие. Представьте, что вы играете в любимый шутер, а ваш персонаж реагирует на нажатие кнопки спустя десяток минут. Марс не так уж и близко к Земле, хотя расположен в Солнечной системе. Космическому аппарату потребуется около 7 месяцев на это путешествие. Подлетая к Красной планете, почти невозможно не заметить гору Олимп. Это действительно величественное зрелище. Она будет выглядеть как гигантская площадка, почти идеально плоская, выделяющаяся на поверхности планеты даже сквозь дымку. Если вы захотите забраться на нее, вам нужно будет приземлиться на самом краю этой возвышенности. Но существует не так много доступных маршрутов от подножия горы к ее вершине. Склоны Олимпа достаточно крутые. Большинство из этих вулканических образований будут достигать как раз высоты Эвереста. Однако существует оптимальный маршрут, проходящий с северо-восточных подножий Олимпа к самой вершине горы. Подъем будет почти незаметным, всего лишь около 5 градусов, почти не почувствуете. Вроде бы звучит неплохо. Ваш маршрут только что сильно упростился. Но не забывайте, что передвигаться вы сможете от силы со скоростью 8 км в час. Даже если вы будете идти 13 часов в день, то вам понадобится около двух дней, чтобы дойти до вершины. Допуская саму возможность такого восхождения, да и сам факт фантастического путешествия человека на Марс, мы убеждены, что путешественнику потребуется целый набор технологических гаджетов для этого восхождения. Вам абсолютно точно понадобится точная навигационная система на подступах к вершине. Но и помните о самом основном и естественном. У вас с собой должно быть достаточно провианта для этого непростого путешествия. Гравитация на Марсе позволяет вам ощущать себя в два раза легче, чем на Земле. Это очень даже неплохо, учитывая путь в 200 км, который вам надо проделать. Даже обычный прыжок будет намного сильнее, чем на Земле. Ваш вес значительно уменьшится. Если вы весили на Земле 70 кг, то на Марсе вы будете весить чуть больше 28. Скажите спасибо марсианской силе тяжести. Но продолжим наше путешествие. Со стороны вам будет казаться, что корабль совершил промах, сел не туда. Рядом нет никакой 26-километровой вершины. Но это обман. Из-за своей огромной площади поверхность Олимпа вырастает постепенно. Вершина находится где-то далеко за горизонтом. Всего 5 градусов подъема позволит вам думать, будто вы идете по абсолютно плоской поверхности, а не движетесь к самой высокой горной вершине в Солнечной системе. Звезды ночью будут намного более четкими, чем на Земле. Это из-за особого состава марсианской атмосферы, а также за счет того, что она намного тоньше, чем на Земле. Обратите внимание на нашу родную Землю. Вы увидите и ее, правда, 12 минутами раньше. Все будет напоминать вам о чуждости мира, в котором вы находитесь. Небо на Марсе имеет оранжевый оттенок, но во время рассвета, который вы обязательно застанете во время восхождения, оно становится голубым. На Земле, как мы помним, наоборот. После двух дней путешествия, огибая каналы остывшей лавы, обходя кратеры, вы, наконец, достигнете вершины горы Олимп. Она состоит из комплекса Кальдер – котловин вулканического происхождения с достаточно крутыми стенками и относительно ровным дном. На этой высоте атмосфера еще тоньше, поэтому вы не увидите привычного оранжевого оттенка неба. Оно станет намного темнее, почти ночным, с четко проявляющимися звездами. Просто вообразите себе ощущение человека, впервые взошедшего на Марсианский Олимп. Можно ли эти чувства хоть немного соотнести с переживаниями первых покорителей Эвереста или других земных вершин? Вы можете делать свои предположения в комментариях. Не забывайте ставить лайки. Ваше внимание очень важно для нашего канала. На этой карте показан маршрут, проходящий по горе Шарп. Зеленая звезда отмечает местонахождение марсохода после поездки 16 апреля 2015 года. Карта покрывает область шириной около двух километров. А сейчас понаблюдаем за жизнью роботов. Станция экологического мониторинга ровера на марсоходе включает датчики температуры и влажности, установленные на мачте ровера. Этот снимок представляет собой крупный план двуцветной минеральной вены в месте, называемом город-сад на горе Шарп. А где же ровер? Не потерялся ли он? Марсоход на этом снимке можно увидеть в районе Пахромп-Хиллс в кратере Гейл. На данной фотографии, сделанной 13 января 2015 года, показаны результаты теста мини-дрели, необходимые для оценки породы Мохаве. Теперь ровер знает, можно ли бурить на всю глубину для сбора образцов. На этом графике представлено сравнение между количеством органического химического вещества, названного хлорбензолом, обнаруженным в образце породы Камберленд, и его числом во фрагментах трёх других видов марсианских поверхностей. Сейчас вы побываете на дне древнего водоёма. Признаки русла мёртвого марсианского озера демонстрируют типичную картину осадочных донных отложений, недалеко от места, где вода поступала в водоём. Эта серия изображений восстанавливает геологию региона вокруг горы Шарп, где приземлился марсоход. Снимки были изменены для иллюстрации того, как отложения могут накапливаться в чередующиеся засушливые и влажные периоды. Изображение показывает пример тонкослоистого, равномерно расслоённого типа породы, которая встречается в обнажении Пахром-Хиллз у основания горы Шарп. Этот тип камня может образоваться под озёрной гладью. Кристаллы в форме ромба видны на этом увеличенном изображении марсианской каменной породы под названием Мохави. Эти особенности регистрируют концентрацию растворённых солей, предположительно, в высыхающем озере. На данном снимке показан пример перекрёстного залегания, возникающего в результате прохождения воды через рыхлый слой осадка. На этом изображении показаны чёткие полосы чередующихся тонов яркости в пределах формации Мюррея на Марсе. Подобные полосы довольно распространены, хотя происхождение их неизвестно. На снимке показана меза в области Мюррей-Бац. И последнее изображение. Яма в марсианской почве во время повторных лазерных выстрелов с Марс-Ровер. Этот замедленный 16-кадровый фильм показывает, как повторяющиеся лазерные снимки приводят к образованию ямы в марсианском грунте. Площадь почвы, включённая в изображение, составляет около 28 миллиметров в поперечнике. Просмотрев все предложенные снимки, человек, не посещавший Марс, сможет примерно представить, какие пейзажи ожидают колонистов, рискнувших поселиться на Красной планете. Не слишком гостеприимный ландшафт, не правда ли? Да и погода не радует. Утешает одно. Возможно, пройдут тысячелетия, и нам удастся терраформировать нашего пыльного соседа, превратив его в клон Земли. Так что, пока этого не случилось, спешите насладиться аутентичными марсианскими пейзажами. Об этом и многом другом поговорим в следующем видео. Если вы, конечно, хотите продолжения. А как нам понять, что вы этого хотите? Правильно! Увидеть, сколько лайков вы здесь понаставите. И сколько комментариев с хэштегом Хаббл понапишите. Намёк понятен? Можете приступать, если очень-очень хорошо постараетесь, то уже буквально через несколько дней я выпущу новый, мега-увлекательный выпуск. И да, если нам удастся собрать 30 тысяч больших пальцев вверх, то видео я выпускаю сразу же. Надеюсь, о наших наполеоновских планах узнают десятки тысяч людей. Возможно, проблему удастся решить, и мир изменится к лучшему. Кроме того, это побудет меня к созданию ещё более увлекательного контента. Подписчик помни, каждый лайк важен для развития канала.